Полвека назад молодая и энергичная Вера Панасевич приехала в близкий подуху Сургут. Главной задачей тогда было строительство экономической столицы Югры. Во главе женской бригады Панасевич участвовал в возведении Сургутской ГРЭС-1. Женский батальон не раз становился победителем социалистических соревнований и устанавливал новые рекорды. Столько строителей прошло рядом с ней, с таким количеством молодежи, соратников поделилась опытом. Всегда, кстати, по первому зону отзывается на все мероприятия, где надо кому-то рассказать, поделиться. Молодец всех отношений. В этом году Вере Ивановне исполнилось 80 лет. В честь этого события для юбиляра организовали встречу в рамках проекта Сургутского краеведческого музея «Люди нашего города». Вместе собрались ее друзья, родственники, представители общественных организаций, чиновники и депутаты. В этот день Вера Ивановна поделилась с гостями своими воспоминаниями из юности и детства. Героиня признается, что детство во время войны было трудное, но теплые отношения в семье и оптимизм давали силы радоваться даже мелочам. Я до сих пор помню, это платьице было, которое мама сама сшила. Его это такой голубоватый цвет и как лепесточки на нем было. Я гордилась, что у меня такое платье. Я гордилась тем, но обуви не было. Если кататься надо было пойти, то одни валенки были. Мы делали слединцы такие, садились в горки и катились. За свой труд Веру Панасевич отмечали званием почетного гражданина Хмау и Сургута, героя социалистического труда и почетного энергетика СССР. Награждена сургутянкой и орденами, знак почета, Октябрьской революции, трудового красного знамени, Ленина и медалями. Кстати, Вера Ивановна единственная в регионе герой социалистического труда. И хоть она уже вышла на заслуженный отдых, продолжает вести активную социальную жизнь. Она нас, ветеранов труда, которые вместе работали, она нас объединяет. Она постоянно нас обзванивает, приглашает нас на встречи. Благодаря ей мы знаем друг о друге все. И хорошее, и юбилеи, и, конечно, плохое, когда человек уходит из жизни, очень тяжелое. Она никогда ни одного человека не пропустила, как говорится, мимо своего сердца. Как признается именинница, в жизни нет места скуки. В свои годы она успевает ходить и руководить хоровым коллективом. Вера Ивановна является администратором и членом хора «Зори Сургута». 22 года назад Вера Ивановна пребывала в зоне боевых действий в Чечне. В составе комитета женщины Сургута она предоставляла гуманитарную помощь для наших солдат. Такая несравнимая энергетика с самопожертвованием, желанием создавать и работать на благо нашего города оставили след в сердцах молодежи. Тогда, когда человек живет и живет полной жизнью, и тогда, когда человеку небезразличны люди, где ты живешь, в каком доме, вот тогда тебя заставляет вот эта жизнь делать и строить, и воздвигаться, и двигаться вперед. Мне это все небезразлично. Поэтому я буду жить, ходить, трудиться до тех пор, пока моя голова будет работать, ноги ходить. Я буду вместе с вами. Виктория Дрягина, Денис Золов, Сургут, Интерновости.